Всем новогодний привет! В эфире большая афиша на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. С вами Кристина Агинская. Сегодня, в преддверии Нового года, вы узнаете, когда в столицу приедет Макс Барских, где можно встретить Новый год, а также о премьере фильма «Полицейские срублевки». Для начала немного о предстоящих масштабных концертах. Телеведущая, актриса, дизайнер и певица. На данный момент она является самой популярной дивой на ТВ и в интернете. Ольга Бузова, абсолютный лидер в России и в Инстаграм по количеству подписчиков, приезжает с сольным концертом в Минск. Не пропусти это грандиозное событие. 22 февраля, 19.00, Falcon Club. После успеха своего первого мирового турне в 2018 году, Макс Барских в 2020 году с новой программой отправляется в международный тур, в рамках которого посетит США, Канаду, Германию, Великобританию, страны Балтии, СНГ и, конечно же, родную Украину. Уже 29 февраля 2020 года в Минск-Арене прозвучат хиты из нового альбома «Семь», «Неземная», «Странная берега» и многие другие нашумевшие хиты. Послушать Макса Барских вы сможете 29 февраля, 19.00, Минск-Арена. Национальный центр современных искусств Республики Беларусь приглашает посетить выставку «Новый год. Антология праздника». Выставочный проект включает в себя проведение тематических и обзорных экскурсий, мастер-классов, встречи с художниками. Выставка продлится по 19 января 2020 года, улица Некрасова, 3. Цирк Дюс-Алей удивляет поклонников по всему миру уже более 30 лет. Когда-то история цирка началась с 20 уличных артистов, а уже сейчас они собирают огромные площадки по всему миру. В феврале 2020 года знаменитая канадская труппа привезет в Минск первую за 35-летнюю историю цирка постановку на льду. И это будет настоящий вызов гравитации. Спешите приобрести билеты, такое уникальное шоу нельзя пропустить. 8 и 9 февраля, Минск-Арена. Теперь поговорим о самых крупных новогодних мероприятиях этой недели. Минск подготовил невероятное новогоднее водно-цирковое шоу для всей семьи «Тайны Атлантиды», которое пройдет 29 и 30 декабря в Чижовко-Арене. Главный козырь этого шоу – огромный бассейн. В него будут нырять, парить над ним, возле него показывать фокусы и номера с животными. Вы будете удивлены лазерным шоу и светомузыкальными фонтанами, а также артистами самых разных цирковых жанров. 29 и 30 декабря – Чижовко-Арена. Билеты можно приобрести в любых билетных кассах Минска. Главная елка страны – детская новогодняя сказка «Волшебная профессия». Кто такой Дед Мороз, знают все, от мала до велика. Но мало кто задумался над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать новогодние чудеса. Об этом расскажет детская новогодняя сказка «Волшебная профессия». Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и невероятные декорации. Новый год шагает по планете вместе с Дедом Морозом. А вот как у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей и на всех континентах, вы узнаете на самом новогоднем представлении года. С 29 декабря по 5 января. Дворец Республики. Большой зал. Уже совсем скоро наступит самая долгожданная ночь в году, наполненная яркими красками, приятными воспоминаниями, волшебством и весельем. Клуб Репаблик приглашает вас встретить эту волшебную ночь вместе с ними. Дискотека 80-х, 90-х и 2000-х, конкурсы и подарки от Деда Мороза, праздничный декор клуба, волшебное конфетти-шоу и все это в сопровождении отменных напитков и вкусных блюд. Кстати, девушки, вы уже решили, в каком наряде вы встретите Новый год? Стилисты утверждают, что в фокусе внимания все светлые, металлические и спокойные нейтральные тона. Также в новогоднем образе должны присутствовать белый, серебристый и бежевый цвет. Массовые гуляния в новогоднюю ночь будут организованы на 24-х площадках города и завершатся в 3-4 утра. Основные народные гуляния в Минске пройдут на Октябрьской площади. Концерт начнется в 23.30 и завершится в 4 утра уже 1 января. На сцене выступят популярные белорусские артисты и диджеи. У Дворца спорта также вас ждет новогоднее веселье. Здесь организуют развлекательную программу с парком аттракционов, синемабаром, шоу-самоваров, а также с катаниями на ездовых собаках в упряжках. В новогоднюю ночь ярмарка будет работать с 23 до 4 утра. Также всю новогоднюю ночь будет работать и ярмарка Метелица у Комаровки. А салют в Минске начнется у Дворца спорта в час 30. Пиротехническая и лазерная шоу дополнят музыкальной фонограммой. Все это продлится 11 минут. А теперь о кинопремьерах этой недели. Фильм режиссера Андрея Кравчука. Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все. Положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну. Фильм «Союз спасения» со звездным актерским составом смотрите во всех кинотеатрах Минска. Картина в прокате до 10 января. Мы долго ждали продолжения полюбившегося полицейского срублевки. И под Новый год выходит вторая часть новогоднего беспредела. Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смотрите комедию во всех кинотеатрах Минска до 9 января. Анна, Эльза, Кристоф, их верный олень, Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эриндал и отправиться еще дальше на север. В путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающихся прошлого их родной страны. Мультфильм в прокате до 1 января во всех кинотеатрах Минска. Дорогие телезрители, программа «Большая афиша» поздравляет вас с Новым годом! От всей души мы хотим пожелать, чтобы наступающий год принес вам только яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех желаний и поставленных целей. Проводите время в кругу семьи, наслаждайтесь зимними праздниками и смотрите телеканал Европа плюс ТВ Беларусь. Надеюсь, информация окажется вам полезной и вы сможете найти свое мероприятие по душе. С вами была Кристина Агинская. Всем пока и до встречи на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. Продюсерский центр Андрея Буяйского объявляет новый набор на курс и мастер-класс «Сам себе продюсер». Продюсер в сфере ТВ, кино, шоу-бизнес, музыкальная индустрия, клипмейкер, телеведущий, телеведущая плюс бонусная профессия, концертный директор. Подробную информацию можно получить по телефону 375-29-624-96-36. Зажги свою звезду сегодня!